Доброе утро, Женечка! Ванны ещё не проснулась? Мама, здрасте! Я кажу, здрасте, мама! Мама, вы шо там тут? Жень! Да шо, Жень, а ты ж сама чуешь, шо ванны не отгукается, Лен? Жень, мамы нет! Как? А когда это случилось, Лена? Жень, мамы нет, потому что она ушла в магазин. Тьфу ты! Я уже думал, она мне в выходной перед той... Слушай! Шо слушай, Лена? Ну так на дома и треба не в выходной. А в рабочий день будет официальный привод, чтобы на работу не идти. Не вырахуют зарплаты по важной причине. Травма головы тоже уважительная причина, чтобы не идти на работу. Давайте не плутать. В выходной день с рабочими. Сегодня выходной, а дни без мамы взагалі приревняются до свята. Слушай, я что-то уже начинаю волноваться. Ее долго нет, позвоню. Ты знаешь, Лена, а я хвилююсь, а коли вона є. О! Мамуля, а вот и я. Куда не довгим было свято? А я не с пустыми руками. У меня для вас сюрприз. Да вы что, дайте водою. Купила майонез. Нет, Женечка. Вот эту гадость, которую ты так любишь, я как раз не купила. А вот этому ты, я надеюсь, будешь рад еще больше. Слушай, мам, ты уже меня заинтриговала. Что за сюрприз? Ладно. Закройте глаза. Мама, а вы что... Закройте, я сказала. Не открывайте. А теперь откройте. Хух! Хух! Надеюсь, я показываю. А? Ну как вам? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ой! Чего ты выщишь, Лена? Ой, да я просто не сразу поняла, что это такое. Какое оно маленькое. Можно такое? Нечипай цючу по кабру. Ты шо? Женечка. Ну что ты такое говоришь? Ну посмотри, какое оно миленькое, какое оно хорошенькое. Ты же сам давно хотел собачку. Я думала, что ты обрадуешься. Обрадуешься? Ну да. Подивися, может она там в сумке вам же обрадовалась. Да ну. Ну что ты такое говоришь? Он у нас воспитанный, он у нас джентльмен. Ну иди-ка, иди-ка. Я тебе скажу, отдай цючу-чун тру, Лена. Правда? Он у нас заразный. Чи может переносчик какой-то африканской холеры. Да ну, ну какая холера, Жень. Ну какой он заразный. Вам все одно, мама. А у вас навіть отрута не было. А я бы не хочу потом Лену до ветеринара водить. Что? Шучу вас. Женя, ну ты и правда такой категоричный. Ты же сам хотел, чтобы мы в доме завели собаку, да? Хе-хе-хе. Я хотел, чтобы мы завели собаку в дом, а не щурак. Мама, где вы нашли эту рикитикиталью? Хе-хе-хе. Вы представляете, вы хожу я из магазина, а он крутится у моих ног, да. И так жалобно глазенками на меня смотрит. Ну я и решила забрать его к нам домой, да. Слушайте, а вы всех, кто біля магазина крутится с жалобными глазенками, собираетесь до нас до дома приводить? Давайте, я не знаю там, всех хануриків, безхатченків до нас будем приводити. Бездомних. А он не бездомный. Вот, посмотри, у него же и ошейничек есть. Смотри какой. Ага. Лена? Познаёмся. Сусанна Анатольевна тваринный злодень. И я не здивуюся, якщо навіть рецидивист зістажем. Слушай, мам, действительно, он же в ошейнике. Может, это чей-то щенок, может, его ищут. Вот, если бы искали, то нашли бы. Что вы думаете, я не спрашивала? Да я полчаса вокруг магазина бегала и как сумасшедшая всем в глазки заглядывала. Это не вы собачку потеряли? Не вы собачку потеряли? Так, вот если ты не хочешь, чтобы он у нас остался, так и скажи. Мама, я против, чтоб ця гиена у нас осылывался, ясно? Всё, я поняла. Он будет жить в моей комнате. О! Мам, ну может, всё-таки... И никаких «но». Это моя комната, и я решаю, кому мне жить. Ну, что я могла? Ну, колёсненький. Ну... Юзик. Да. По феншую этот вазон должен стоять здесь, понимаешь? Ну, мне кажется, сильно броско. И выставлен как на показ. Вот я думаю, что он должен стоять вот здесь, аккуратненько и не броско. Да? Юзик. Ему не хватает там света. Ему не хватает личного пространства. А здесь оно есть. Вот он. Юрий Николаевич, я считаю, что вот здесь у него как раз личное пространство будет, а не хватает света, вот. Смотри. Будет свет. Не этот свет тут тоже. Да какой не этот свет? У вас потруты для щеревнима. Что, Сусанна Анатольевна опять что-то натворила? Здрасте. Здрасте. А вы угадайте, Юрий. Ну, судя по вашему выражению лица... Юрий Николаевич, подожди. А если мы угадаем, что нам будет? Можешь и съесть, я тебе дозволяю. А. Ну тогда, Евгений смеет предположить, что Сусанна Анатольевна сделала из вашей комнаты санузел, а вас переселила в санузел. Извините за тавтологию. Его тоже можешь съесть, я тебе дозволяю. Вы уявляете, она приперлась до дома с каким-то ховрахом. Чего? Нашла вам нового тестя? Сам ты тестя. Я тебе скажу, ховрах. Тут латый с хвостом и гавкаю. Ага. Ну, хахаля привела, да? Слушайте, вы вместе с меня кипкуете, или что? Я говорю, если у вас нет сотрудников для щурьев, так и скажите, я пойду дальше шукать. Да нет, у нас... О. Так это же наш вазон. Мы его после ремонта уже обшукалися. Вы хоть сказали, что он у вас. Стоит посеред кимнаты, вам заважаю. Я бы его сразу забрал. Я тебе говорил, надо было возле дивана ставить. А ты посредине, посредине фэншуист. Да ладно, жили без него и еще сто лет проживем. Я только вот не понял, кого она привела? Да что ты не понял, тупой? Хахаля привела. Да. Охматый с хвостом и гавкает. Ну, может иностранный. Может быть. Надо разузнать. Значит, я к ним за мукой. А у меня тоже сахар закончился. Так. Ось. Прошу приняти и расписатися. Дерево безкоштовно, а за доставку доведеться что-то подкинуть. Слушай, Женька, где ты его нашел? Ставь сюда. Где, где? В Миколае часто я пылом припадал. Слушай, надо же, не засох. Тю. А Миколаевич сам не просыхает. Ось ему не дал. А где в Баскервиль? В комнате спит. Собака тоже там? Жена. Это моя мама. Леночка, здравствуйте. Здравствуйте. А не могли бы вам одолжить немного муки? А то готовим хлеб, да. А муку Юзик, как обычно, забыл купить. Я забыл. Да у нас этой муки вообще сроду не было. Ой, ну конечно, конечно. Возьмите всю пачку, Юрий Николаевич, в знак благодарности за сохранность нашего цветка. Мазона, спасибо. Знакомый цветочек, да. Да. Спасибо, Леночка. Да. А вы все готовите, да, я смотрю? Да. Ну конечно, это правильно. Семья-то теперь у вас увеличилась, так сказать. О, вы уже в курсе? Ну да. Да. Нас теперь четверо, и маме есть кем заниматься. А, да. Иди ко мне, ко мне, не бойся, не бойся. Иди к своей мамочке. Ух ты мой шастик. Ушастик. 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 Ну да. Слышите? Когда это она успела, а? Ну там сусюкаются они все время. То она его догоняет, он убегает, да, то она ему что-то бросит. Он прибегает вместе, вот приносится. Они аппетит нагоняют, а я их повинен годувати. Ох и мама, а. Дай Бог каждому в ее возрасте такие игры. Да, вы знаете, я мама на судьбом небе от счастья. Да? Да. Ну что там у нас, селяночка? Здравствуйте, соседи. А то мы уже проголодались. Мамуля, куриная грудка доваривается. О, прекрасно, куриная грудка. Что? Тобто, меня годуют селякими кашками, селерою, еще какой-то травой. Кажут, что это полезно. А этот Люцифер куриную грудку будет ездить. Так вот, кого мама домой привела, а. А я все неправильно понял, да. Неправильно Женику, точнее Юзика воспринял, да. Какая прелесть, слушайте, а. Да, это наш ушастик. А вы о ком подумали? Хахаля, хахаля. А мы подумали, что у вас, этот, котик. А у вас песик. А у нас песик, да. Ошибочка вышла немножко. Ушастик, да. Куриная грудка, я помню. Да, да, да. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Какой красавец, а. Угу. А? Слухайте, вы бы не брали вот эту андатру до рук, Юрия Миколаевича? А, ценник. Мабуть, она заразная какая-то. Ну почему же? Вполне здоровый экземплярчик. Это сколько ж вы за этого принца отвалили? Тысяч пять, наверное? Чего? Чего? Долларов, конечно. А, нет, ну вы, конечно, можете цену и в гривнах озвучить. Щенок Чихуахуа, с хорошей родословной, тысяч пять долларов стоит, не меньше. Не Чихуа особи. Ага. А тут порода чувствуется. А вы знаете, он нам так даром достался. Да. А эта порода, между прочим, сейчас очень популярна среди богемы. Ну, не знаю, по мне он какой-то худощавый. А что-то он на вас, Юрий Николаевич, не очень, да? Сам ты худощавый, Юрий. Иди вы, нормальная спортивная статура. Ну, скулатура вон, яка, ты бачишь? Ух! Жодного прошарку жира не мало. Ну, сразу видно королевскую породу. Смотрите. Осторожненько, Женя, осторожненько. Спокойно, спокойно, все нормально. Меньше покабра. Извините, Евгений, а почему вы к нему как к кобелю обращаетесь, если это сука? Простите, барышня. Ну, как барышня? Ну, как? А ну, Женя, посмотрите. Ну, это видно сразу. Пардон. Да. Мама. А что вы барышню королевской крови и голую в свет выставили? Вы бы какую-то сукню на ней надели. Так. Что это? Тримайте. Просто наш гардероб из Англии едет, трошки на кордоне ее затримался. Да. Откуда? Из Англии? Ну, не скажи жопля. Это ж тебе гардероб из Китая везут. А у нас королевская богема, так сказать, на руках в англійськой королеве выросла. Папа в ней, значит, цей принц Англии, а мама здесь принцесса Монако. Да вы что? Да. А можно мне на руках подержать? Ты, когда в последний раз щепление делаешь? А чего? Та хоть от этого. Да. Лапает все брудными руками своими. Так, мама, вынесите ее в опочивальню, как-то скажет. Ее высокость трошки втомилась. Лена, а ты с їжею не борись. Она вот-от захочет. Захочетесь. Путин, спасибо. Что у вас перейти? А? Вы борошно взяли? Угу. Идите, солите свои помидоры. Чешула там собиралась. Вот так. А давай на Женечку, на Женечку, на Женечку. На Женечку. Ой, нифигасами. Пять тысяч зеленых, Лена. Кто ж знал, что цей хамьяк коштует больше, чем писец и норка разом. Анжелика, стей ревно, я тебя прошу. Лена. Какая Анжелика? Ну какая из тебя Анжелика? Сразу нет. Что за имена вообще ты подбираешь? Стелла, Анжела. Нормальные имена. Как у справжних королев. Королев чего? Не треба сгущивать кольори. Ты лучше скажи, сколько они за один раз могут суцелять народить. Ну, по-разному бывает. Иногда до десяти, иногда и больше. Да? Десять. Так, десять на пять. Слухай, а сколько коштует будиночок за месяц? Подивите. О! Поклон вашему величеству. Ой, здравствуйте, Юрий Николаевич. А где их высочество? Их высочество, а куда есть в магазинке, что ли? Я понял. Я, собственно говоря, чего зашел. Шел тут я по делу. И на соседней улице сорвал объявление. Помогите! Пропала собачка мексиканской породы Чихуахуа. Цвет коричнево-бежевый. Нашедшим вознаграждение. Фотография и, собственно говоря, телефончик. Я сначала подумал про вашу принцессу, а потом вспомнил. Ну, а наш у вас английский-то кровей. Ну, да. А тут ищут какого-то мексиканского Чихуаху этого. Да. Причайно, что английский, Юрий Николаевич. Ну, вот я так и подумал. Вы что, акцент не чуете? Ну, о, конечно. Да и по фото взагалей не схожи они. Дивите, вот низ терчит, кабловуха. Да. И ноги тут кривые, не те, что у нас. Ну, да. Действительно. Взагалей не схожи. Я что думаю, просто зайду вам расскажу. Тем более, вознаграждение это дают за мексиканца, а у вас англичанин. Англичанин, да. Да и беспокоиться-то вам нечего. Загалей. У вас же документы на собачку имеются. Правда? Так. Да. Так, у нас все есть. У нас все есть, да. Святоство про народжение у нас есть. Так. Это важно. Водейские права есть. Карточка медицинская. Так. И еще акт земельного дела. Хорошо. Раз у вас все в порядке, тогда я пойду. У меня еще очень много дел. Стоять. Ты куда собрался, Евгений Николаевич? Нет. А что такое? Я же говорю. Ты куда собрался? У меня очень много важных дел еще. Я на. Дивись, чтоб в окно не стропну. Я тебя на сквозь вижу. Что вы на меня так смотрите? Что вы смотрите? А? Что вы собрались сделать? Возможно выбивать из твоей головы дурные намеры. А где Бастерин? Да не, наверное не тут. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. 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 Ха. Ха.